Видите уже аргамак? Вот он. Вон цветы. Там человек умер и по всей вероятности он ударился вон в то дерево. В Уфе во время катания на тюбинге умер 65-летний мужчина. Трагедия произошла в лесном массиве в районе остановки Трамплин. Он катался на лыжах, лыжи снял, сел с ребенком, внучкой на тюбинг и видите вот такой спуск и покатился туда. По предварительным данным во время спуска пенсионер почувствовал себя плохо, потерял сознание и въехал в дерево. Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть мужчины. Семилетнюю девочку осмотрели и оказали помощь в больнице, затем отпустили домой. В настоящее время следователям проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины. Опрашиваются очевидцы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По местам, не предназначенным для катания, уфимские спасатели совместно с Центром общественной безопасности проводят рейды. Предупреждают взрослых и детей о возможных последствиях при спуске с горок на тюбингах. Но не все готовы услышать сотрудников городских служб. Даже не хотят взять, почитать, посмотреть и что они здесь делают. Вот в тюбингах пошли покатались в неофициальном месте и ушли. Ну пойдем дальше. Склоны трамплиня – одно из самых популярных мезвуфет среди несанкционированных горок. Рельеф местности привлекает и взрослых, и детей. Здесь катаются на всем – тюбингах, снегокатах и ледянках. А здесь можно кататься, нет? Как вы думаете? Так все же катаются. Все катаются, и вы катаете, так же? А вот ребенка не жалко или ничего? А здесь где-то написано, что нельзя кататься? А если написано, вы не катались бы, да? Конечно. Вот наверху написано, что катание в лесу запрещено. Отойдите, отойдите. Вот, пожалуйста. На тюбинге вообще запрещается. Запрещается здесь кататься. Есть у нас места. В Октябрьском районе на сегодняшний день много те, которые городские, ледовые городки, где можно в тюбинге кататься. Там есть у нас охрана, есть, значит, те, которые следят за этим, чтобы можно было спокойно прокатиться. Эта семья в курсе произошедшей трагедии с 65-летним мужчиной. Но все равно пришла на склон с тюбингом. Детям показывайте, что вы всю жизнь здесь катали и будете кататься. Но это же неправильно. Я понимаю. Это неправильно. Вот что нужно сделать, чтобы вы здесь не катались? Давайте так. Мы здесь не катаемся. По словам спасателей, тюбинги – опасное средство для катания. Эти надувные санки не имеют ни руля, ни тормозов, а при спуске быстро набирают скорость. Но, несмотря на это, уфимцы продолжают испытывать себя и своих детей. Отдыхающие катаются на склоне возле Конгресс-хола в лесном массиве около Президент-отеля и даже у Вечного огня в Парке Победы. С начала года в Уфе произошло 14 случаев травматизма. Половина из них в местах, не предназначенных для катания. Чтобы держать ситуацию под контролем, городские службы будут регулярно проводить подобные рейды. Рустам Нурешев, Эльдар Каюмов, Городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова